Я тоже, как Саша, не буду ни о чем вас спросить, и какие-то снисхождения здесь испытывают, и всем все понятно. Суд оккупантов не может быть справедливым по определению, ничего личного же число. Я вам про другое хочу сказать. Он типа Лат, такой был персонаж, он когда посидел на Луне, много лет, обдумывая свой поступок, потом, когда его простили, он шел по лунной дорожке с гоносой, и говорил ему, ты знаешь, ты был прав, самый страшный грех на земле – это трусость. Это написал великий русский писатель, булгар, книги Мастера Маргарита. Я с ним согласен. Трусость – самый главный, самый страшный грех на земле. Предательство – это такая частная форма трусости. Большое предательство начинается иногда с маленькой такой трусости, например, из Чирни, когда тебя одевают в мешок на голову, немножко бьют, и через полчаса ты уже готов отречься от всех своих убеждений, оговори себе в чем угодно, говори других людей, уже перестали бить. Я не знаю, чего могут стоить твои убеждения, если ты не готов за них пострадать или умереть. Я очень рад тому, что Ген Афанасьев смог перешагнуть себя, оступился, но в конце концов понял, что его шанс и сделал очень мужественный, правильный поступок. Я очень был удивлен тоже этим и рад за него. Не в тем же даже дело, что будет большой скандал, какой-то будет проблем, это ли нас оправдает. Нет, этого ничего не будет. Я рад за него, что он будет жить дальше и ощущать себя человеком, который не струсит. Он продолжает, ему угрожает, там, видите, придут, убьют ногами, там, угрожает ему, да, но он уже все, то есть это сделал шаг в ту сторону, правильно, обратно уже не вернешься. Я очень за него рад. Я уже прибываю в год в вашей прекрасной стране, смотрю ваш телевидение. Программа Вести, время, как бы, да, это очень хорошая передача. Я, ваша пропаганда отлично работает. Я верю, что большая часть населения России верит тому, что им говорят. То, что Путин самый молодец, на Украине фашисты, и Россия делает все правильно, кругом враги. Очень, очень хорошая пропаганда, да. Но я также понимаю, что есть люди более умные, как вы, например, да, вот здесь власти, придерживающие в Украине фашисты, понимаете, что нет никаких фашистов на Украине, что в Крым забрали не закон, а ваши войска присутствуют на Донбассе. Даже я, находясь здесь, в тюрьме, знаю, что ваши войска присутствуют на Донбассе. У нас весь изратор набит ополченцами, которые туда отправят, как героев, на ваших танках, с вашим оружием. Они там боюют, думают, что они здесь ждут, возвращаются с собой в горябре и припасы, принимают на границе и дают им сроки. Они удивляются, как, за что, мы же вроде герои, нас туда провожали, не понимая, что работает этот поезд в одну сторону. Даже здесь, в тюрьме, я это знаю. Я здесь, в тюрьме, трясусь с грушником, вашим офицером, Салатом, точнее, по другому преступлению, судец. Он участвовал в захвате Крыма. 24 марта, они уже на кораблях боеприбыли в Севастополь, и блокировали, как раз, те части, он, как раз, стучать блокировал инфаторию, которую я снабжал и вывозил. Судьба такая, да, интересная, что ли? И он же участвовал, в его бригаде участвовал в Иллайском котле, которое разбило российских военнослужащих. Ну, это факты, которые лежат на поверхности. То есть, если ты их не зажмуриваешь, ты их видишь. Вот стоят, например, ваши эти трубодуры режима. Они тоже не глупые парни, они все знают, как оно есть, понимают. Они продолжают врать, продолжают делать свою работу, например, находя, ну, без всякого-то оправдания. Наверняка они все оправдывают. Там надо кормить детей, надо что-то делать. А зачем растить новое поколение рабов, ребята? Ну, кроме этих всех, еще есть третья часть населения России, которая прекрасно знает, что происходит, которые не верят в байки вашего агит-пропропа, которые понимают, что происходит на земле и в мире, какие ужасные преступления совершает ваше руководство. Но эти люди почему-то боятся. Они думают, что ничего нельзя изменить, что все будет как есть, как систему не сломаешь, как бы ты один, нас мало, нас всех замуруют в тюрьму, убьют, уничтожат и сидят там тихо, в потоле, как мыши. У нас тоже была преступная власть, но мы вышли против нее. Нас не хотели слышать, мы стучали в эти мусорные баки, нас не хотели видеть власть. Мы поджигали покрышки, в конце концов, мы победили. То же самое произойдет у вас, рано или поздно, какой формы, я не знаю, как бы, то есть я не хочу туда пострадал, просто я хочу, чтобы у вас, вам и неправильно преступники. Олег Ильич, ну, в нервом, как в процессе, мы же обсуждаем узкие вопросы, по закону вы не можете говорить обо всем. Я заканчиваю уже, ваше честь. Да я вас не перебиваю просто. Я понял, что вы меня не перебиваете, да. Так что единственное, что я могу пожелать этой третьей уформированной части населения в России, это научиться не бояться.